Утро ТВ в эфире и здесь совсем немного остается до самого яркого масштабного культурного события весны. Мне так кажется, это, конечно же, до ночи музеев. Пройдет он в ночь с 19 по 20 мая, ну и во многих городах России и мира, в том числе и в Екатеринбурге. Сегодня узнаем побольше, что будет в эту ночь особенно интересного. Расскажут об этом наши гости. Евгений Севко, заслуженный артист России, главный режиссер Екатеринбургского театра «Кукол», а также главный художник театра Юлия Силаври. Здравствуйте. Доброе утро. Доброе утро. Ну и сразу давайте представим не только вас, но и ваших подручных, ваших товарищей. Это мечта любого, между прочим, ведущего, чтобы такой же партнер рядом сидел, который выполнял все, что ты хочешь. Кто это? Это итальянский народный герой Пульчинелло. Петрушка. Ну да, это брат Петрушки, собственно. И также мы принесли с собой... Еще двух Петрушек. Еще двух Петрушек. Это африканский Петрушка. Зовут его Паш Уты. И это наша фантазия. Если бы в Австралии был Петрушка, то нам кажется, что он выглядел именно так. А как его зовут? Австралийского Петрушка? Да, да, да. Просто мы зовем его Австралийский Петрушка. Австралийский Петрушка. Насколько я понимаю, это экспонаты музея вашего? Они участники программ музея. А вообще, как появляются экспонаты в музее Петрушкин дом? Это куклы, которые не используются уже в спектаклях, или это специально созданные куклы? Ну, спектакли, которые очень давно идут в репертуаре, время от времени списываются. А куклы, поскольку их много, выбрасывать элементарно жалко просто. Нельзя. Поэтому у них начинается новая жизнь. Ну, кроме того, у нас еще есть экспонаты подаренные, скажем так. У нас даже зрители приходят, нам просто дарят, например, вот этот экспонат. Он сейчас у нас на реставрации находится. Ну, само. А это кто? Это что? Это иванская марионетка. Определили эксперты из музея Бразцова, что где-то конец 19-го, начало 20-го века. Такая прелесть. Ну, вот ждем, когда отреставрируют, и тоже появятся в музее. Понятно. А история остальных персонажей, которые сегодня у нас в студии, какая? Да, я вот про маску просто хотела сказать. Маска — это подарок итальянского театра Цахис из Флоренции. Маска такая ужасов. Она не венецианская, а именно флорентийская. И она выполнена из кожи, это ручная работа. Из кожи чего мы уточнять не будем. Лучше не надо. Ну, понятно. Это те, все-таки в ночь музеев в Петрушкином доме, это можно будет увидеть? Ну, или какие? Да, конечно. Мы приготовили программу для детей и для взрослых. Значит, мы, поскольку наш музей немножко отличается от других музеев, то, что у нас экспонаты, они должны оживать. Они не просто должны вот висеть, стоять. Понятно. А человек, приходя туда, он видит сначала экспонаты, потом вдруг видит, что он оживает. Ну, для того, чтобы его оживить, мы должны же приготовиться к этому, загнать туда актеров, спрятать их. И, собственно, на глазах у изумленной публики эти куклы начинают оживать, разговаривать с ними. И в конце этой программы, в конце этого представления зритель сам может попробовать оживить, поговорить, симпровизировать какую-то ситуацию. Вот удивительно, у меня такое ощущение, что да, вот он сам. Вот он двигается сам, или вы все-таки делаете? Ну, у меня ощущение, иногда он сам двигается. Да, Евгений разговаривает с нами, а Петрушка свои такие проводит манипуляции руками. Кто кем руководит, еще непонятно. А можно будет обычным посетителям что-то потрогать, ощутить, подвигать куклы? Обязательно, обязательно, всегда есть куклы в музее, которые мы вот и ребятам даем, когда приходят маленькие зрители, ну и взрослым, естественно. Ну вот к вопросу о маленьких зрителях, я думаю, что для них это будет вообще грандиознейший подарок, посетить такое мероприятие. Не боитесь, что они что-нибудь испортят, сломают, поцарапают, оторвут? Нет, мы уже достаточно давно работаем в эти программы. У нас есть практика, так что. Да, после определенных манипуляций, так скажем, они идут по некому пути, по ходу, да, и они трепетнее к кукле относятся, нежели иногда артисты. А они как идут на контакт дети? Они сразу с радостью, да, берут куклу и сразу начинают руководить или все-таки опасаются? Нет, вот после экскурсии вот этой театрализованной, в которую входят представления кукольные небольшие, да, они к финалу приходят и к этим куклам уже достаточно с осторожностью касаются, как они, что, и потом берут. И вдруг, ой, надо же, я удивлен. Это просто игра или вы их вовлекаете все-таки? Вовлекаем, конечно, это вот достаточно, на ребенка минут 20 достаточно, чтобы его погрузить, и он будет верить в том, что это действительно так и есть. То есть там будет какой-то сюжет? Конечно. А вы можете открыть, высекать, что будет? Ну, там будут некие сказочные персонажи, которые не просто бабушка-экскурсовод, да, а не обычная бабушка. Волшебница. Волшебница, да. Там будет появляться, ну, Оля Лукоя. Ну, не будем заранее. Это такой карнавал сказок, где вот эти вот все наши персонажи, которые вот вышли на пенсию, но продолжают работать, да? Мы говорили о том, что... То есть у вас самый настоящий персонаж кукольного театра работает вахтером? Да правда? Я уже хочу туда сходить. Извинились, что перебил, задай вопрос. Не извиню никогда, потому что у меня же тоже есть волнующий у меня вопрос, например, вот какой. Мы говорили о том, что у вас можно будет поставить спектакль самим взрослым. Это действительно так? То есть смогут действительно люди взять куклы и попробовать самостоятельно срежиссировать какое-то... Ну, попробовать срежиссировать, не знаю, но симпровизировать что-то с куклой вполне реально. Почему нет? Да, это дается определенная ситуация. Было бы у нас сейчас побольше времени, мы могли бы какую-то ситуацию представить. Дать вам возможность что-нибудь... Вполне, что-нибудь получилось удобоваримое. Ну, я в своих силах сомневаюсь. Вы как профессионалы, как специалисты, можете сказать вообще любому человеку, стороннему от театра кукол, возможно, что-то вот так взять и сходу придумать? Возможно. Главное, мне кажется, тут вера в предлагаемые обстоятельства. Посмотрим. Ничего, Люсь, не беспокойся. Придумать буду я и буду тобой манипулировать. А что вы еще, кроме... Почему готовитесь, кроме Ночи музеев? Это же сезон юбилейный, насколько я понимаю, у вас? Предстоящий. Предстоящий. Предъюбилейный. Сейчас предъюбилейное время. А вот Юлия работает над спектаклем. Маленькие трагедии. Мы закрываемся этим спектаклем. 28 июня у нас премьера, то есть по Пушкину. Достаточно большая работа для взрослых. И будем его показывать уже на фестиваль, вот как раз в юбилейном сезоне. А дальше открываем юбилейный сезон международным фестивалем «Петрушка Великий». И вот сейчас мы готовимся к гастролям, не к гастролям даже, а к фестивалям. Можно сказать, к конгрессу. Больше к конгрессу в городе Чинду, в Китае, где мы будем презентовать Россию, Екатеринбург, как место проведения следующего всемирного фестиваля. Чудесная тема, интересная. И хотелось бы и продолжить, и поиграть. Но думаю, еще будет шанс пригласить вас в эту студию. Напоминаю зрителям, что у нас в гостях была Юлия Силаври, главный художник Екатеринбургского театра «Кукол», а также главный режиссер Екатеринбургского театра «Кукол» Евгений Сивко, который рассказали и о ночи музеев, и о том, как театр «Кукол» готовится к юбилейному сезону. А прямо сейчас? Прямо сейчас передаем слово нашим коллегам из информационной службы.